МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Галант тебе сухой, ну давай, колись, нафига на тебе? Вот, если бортусе катился. Проблемы. Вами. Спасибо. Спасибо. Идемал Банкурин. Интересная у вас программа, Сухомлин. Оказывается, она не только с веб-камерой взаимодействует, но и с мышкой. В смысле, Сергей Викторович? А представляете, ваша программа поменяла в ней батарейки. Сергей Викторович, просто вы хотели исправить свою годовую оценку, по сухомлинку. Вы ее исправили. Сколько пальцев? Значит, твоего сына я взять, конечно, обратно не могу. Кое-что для него могу сделать. Это экзамен. А что это? Ну, пускай сдает экзамены со своим взводом. Будет считаться, что он закончил Суворовское военное училище. Какой сын в армии был быстрее спать? Случайные прохожие, прогуливающиеся по проспекту Мира, могли наблюдать автогонки с участием всего одного автомобиля. Но не было сильным местом. Когда за рулем сидит человек без прав, который является несовершеннолетним сыном главы города. Алло, Максим? Привет, это я. Да, Олесь, привет. Случилось чего-то? А что, у тебя мой звонок только с каким-то происшествием ассоциируется? Да нет, я просто так ляпнул. Понятно. А как у тебя дела? Да нормально, а что? Да нет, ничего. Ты же сам не звонишь, не заходишь. Олесь, ну просто у нас же сейчас экзамены начались. В общем, не успеваем ничего. Понятно. Я все понимаю. Ты мне лучше скажи, когда у вас дискотека-то будет? Послезавтра должна быть. Слушай, а ты не будешь против, если я приду? Алло. Алло. Да. Ты что, там умер, что ли? Да нет, я просто задумался. О чем? Да пойду ли я вообще на эту дискотеку? Просто только все усыплить надо. Макс, да ты не заморачивайся. Я же как друг приду. Не более того. Да, Олесь, да при чем тут это? Просто я же тебе объясняю, что может так получиться, что я буду сидеть в казарме и буду зашиваться в учебниках. Ну, я так поняла, ты не против, да? Да с чего это? Я буду против. Ну вот и чудненько. А по каким тебе предметам за пара-то? Да там физика слегка, химия буксует. Хочешь, подтяну. Да нет, не надо, Олесь. Я вообще привык как-то сам. Ну, сам так сам. Ну, я на дискотеку приду, а мы все решим. А ты подумай, окей? Окей. Ну ладно, пока. Пока. Весна на сердце Каждый день без сна Весь мир живет твоим законам На перегонки с ветром Впереди любовь где-то там Потому что у нас все троги главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я иду Так, не понял. Раз О, еще раз Два О, еще два Интересно Проходи Полковник Татарев беспокоит Майор, скажи-ка мне А почему это у тебя вот Во взводе Смирнов Василий Восемь раз экзамены сдает А Виталий Смирнов Всего четыре Да я знаю, что они братья Что ты тут мне Я лучше тебя знаю Кто перепутал Ладно, ты смотри, что полига на экзаменах Что-то не перепутали Знания эти фоксы Все Будь здоров Ага, специалисты, умельцы Что, четвертый ввод? А, они братики, акробатики У тебя что? Так, товарищ полковник, вы же вызывали Я вызывал Да, вызывал Вызывал И возгодь тоже акробатов навалом В каком смысле? В прямом Самый спортивный взвод Да, о, физкультуру Пятнадцать человек сдают И это при том, что во всех остальных взводах Семнадцать в сумме Тебя как, гордость-то не распирает? Ну, какие ребят спортивные Товарищ полковник, я с ними на эту тему говорил Значит, неубедительно говорил Неубедительно Может, интересно, подполковник Как соревнования какие-нибудь Так все инвалиды Как экзамены сдавать Пожалуйста, физкульт, привет Товарищ полковник Ну, я же не могу их заставить Тут тоже интересная позиция Для офицера-воспитателя Замечательно Моя казарма с краю Ничего не знаю Пусть творят, что хотят Александр Михайлович Ой, иди, иди уж Смотри, чтоб не завалили Да не завали, товарищ полковник Я в своих уверен А я нет Тут дело не в уверенности Тут Теория вероятности Чем больше народу Тем больше шансов Облажаться Ясно? Так точно Мужики, есть классная тема Образ Пьера Безухова В романе Толстого Да я серьезно Ну, можно без проблем В инженерное поступить В какое инженерное? Ну, в обычное Есть выход На замдекана факультета У кого есть выход? Ну, у меня Точнее, у моего бати Ну, серьезно Человек надежный Стопроцентная гарантия Да ну, и кстати, недорого Недорого? Это сколько? Ну, не знаю Ну, косаря два Боссмин, а сам ты Ты чего туда не попробуешь? Так я же уже определился Ну, и что там за факультет? Ну, строительный Извини, Боссмин, но мы тоже уже определились Привет, сын! Хай, эври, баде Чем ты занимаешься? Как видишь, убиваю свободное время Папа, я не понял А у тебя нету этого времени? С чего это вдруг? Не вдруг! К экзаменам надо готовиться Папа, я посмотрел Эти билеты в гимназии Вообще ерунда Мы это в начале третьего курса проходили А кто тебе сказал Что ты будешь задавать Экзамены в гимназии? А где я их буду сдавать? В Суворовском училище Папа, я не понял Это прикол? Прикол это когда вы преподавателю кнопку на стул подкладываете А экзамены – дело серьезное Я не понял Меня что, восстановили? Никто тебя никуда не восстанавливал Тебе разрешили сдать экзамен Как это? Молча! А это приравнивается к окончанию Суворовского училища Круто! Ты похлопотал Нет! Мама твоя! А при чем тут мама? Вот и я говорю ни при чем Так что давай Учебники в зубы И вперед Спишь и готовишься В другом состоянии, Леша Я тебя не наблюдаю Ну что смотришь, а? Ну хоть бы спасибо отцу сказал А если я не хочу А если я не хочу? Что ты не хочешь? Возвращаться в училище А никто тебя и не просит возвращаться Я тебе на великом и могучем объясняю Сдал экзамены и свалил нафиг Что непонятно? Да я и в гимназии сдам Ты сдашь В училище Папа, что про меня скажут? Да плевать я хотел с высоты птичьего полета Скажут! Сдал экзамены И нет тебя Я ему три года жизни спасаю А он сидит мне тут, губы дует Ты хоть знаешь, кто за тебя подписался? Кто? В общем, попробуй только мне не сдать Имей в виду Ты не только меня опозоришь Привет Здорово Здравствуй, сынок Ты еще козырек не отрезал, да? Какой козырек? Ну, с фуражки А что ты его должен срезать? Ну, как-то ж теперь у нас моряк Еще и подтяжки сзади пришей Чтоб как ленточки болтались Коля Шо Коля? Ты посмотри на него Из него ж моряк, как из меня директора ООН Коль, ну может, хватит, а? Ну, что ты взъелся на человека? Ты опять начинаешь? Всю дорогу за дело, как муха навозная Опять завелась? Это я завелась? А кто? Да ты сам со своим строительным Прицепился, как банный лист Хочешь, чтобы Степка всю жизнь на стройке ишачил Стоило ради этого Суворовская заканчивать Почему ишачил? Командовал Разница есть? Вон у нас майор Семенович Ему сорока нет, а он уже на иномарке ездит Тоже иномарка, кляча старая А что ж кляча-то? Хорошая машина А как же? Нормальная машина Нормальная Нормальная машина посреди деревни не заглохла бы Когда уже ты заглохнешь-то? Что ты в технике понимаешь-то? Нормальная машина У него только аккумулятор сел А ты и рад стараться За бутылку ему целый трактор приволок Ты шо ж так она говоришь, да? Я даже забрала на бутылку А то ты за так Полдня с его драндулетом возился Ладно, мам, пап У меня это как Ну времени мало Мне еще сегодня экзамен надо сдавать Подожди А ты ж трындил, что у вас экзамен-то в июне Так это Ну это основные А сегодня мы физрус сдаем Да? Мать, видишь, как мы хорошо с тобой приехали-то Ну давай, рассказывай Блин, ты вообще столько экзаменов придумал А сколько ты хотел? Да нисколько Сдал обязательнее и разбежались Так а что тебя не устраивает? Остальные же на выбор На выбор Да в гробу я видал этот выбор Слыхали мужики? Травим замутил реформы образования Да что тут мутить, а? Экзаменов понатыкали Головы не поднять Прям ты зашиваешься Да, зашиваюсь Ну хочешь реформу? Сходи 2 декабря на выборы Проголосуй За кого? За реформатора какого-нибудь Найди себе дядю, который экзамен отменит Да, надо будет за него все проголосовать На, дядь, мне больше нефига голосовать Ну что значит нефиг? Реально, пошел и проголосовать Как будто я там что-то решу Конечно решишь Это моей бабушке, расскажи Кому там упал мой голос? Трофим, ты что, сейчас серьезно? Нет, шучу Слушай, Трофим, а ты в этой жизни хоть раз что-нибудь решал сам? В смысле? Ну кроме задачи по алгебре, конечно Слушай, ты меня паришь или как, а? Слушай, паришься, это ты сам Сам же орешь на каждом углу Нам ни хрена делать не дают Вот дают, иди и делай Слушай, Макар, ты что агитатором заделывался, а? Или у папашки на полставки? Очень остроумно, только неконструктивно Кроме духа противоречия никакой позиции не улавливается Да блин, заколебали вы, а? За кого там голосать? Я даже никого не знаю Тебе там все расскажут и покажут еще А если не нравится никто, так себя впиши Тут, Трофим, вот какое дело Здесь главное прийти Не приходит только, знаешь, кто? Кто? Как говорит мой батя, не приходят только дураки и трупы Ну ты выбирай, кто ты Труп или живой человек Заметь, про дурака он вообще молчал Да, умные все стали, аж трындец Мирна Так, а что здесь за конское ржание? А, кажется, я понял Скакуны бьют копытом Жаждут быстрее стометровку пробежать Угадал? Не понял А где этот наш главный рысак? Кто, товарищ подполковник? Как кто? Где этот арабский жеребец по кличке Боцман? Так это, он же на КПП, товарищ подполковник Как на КПП? До сих пор? Он что, там экзамен собрался сдавать? Что смотрите? Мухой за ним? Да не все Один кто-нибудь Действительно скакуны А в грозе, Степка, самое главное, это разогнаться Вот разогнался, а дальше чешешь до самого финиша Только на поворотах локтями работай, чтоб не затоптали Мы он с матерью как знали, что тебе харчи понадобятся Пап, ну я же тебя просил А что, ты еще что-то просил? Еду не привозить, я просил А, да ладно, что это, еда, что ли, так, закуска Хотели же бы закусывать А, сверет язва, а, кто б тебе язык бы прикусил, а? Везде всунешь свое жало Пап, ну хватит Сидь мне На корабле будешь крысами командовать Опять начинаешь? А я и не заканчивал Может, с пятого раза до тебя дойдет Я уже все обдумал Все, да не все А как же Анжелка-то, а? А что Анжелка? А что ты думаешь, она тебе будет по полгода сидеть и ждать? А как ты думал, на корабле, что утром пришел, вечером ушел, что ли? Нет, на-ка, вон, возьми, почитай А что это? Анекдоты Там все анекдоты начинаются со слов Пришел муж с дальнего плавания Я не буду это читать Да нет, это почитай Это мудрая вещь, почитай Вот так и ты Придешь в плавание А он жилки уже тройник Коля Что Коля? Ну что ты мелешь-то? Что знаю, то и мелю Все бабы одинаковые Чего? Ничего Чего Вчера пришел я с работы на час раньше А у нас уже Францевич рассиживается Да он только на минуту зашел Ага, а почем я знаю Может, у вас эта минута с утра началась Да что ты такое несешь? Так как у тебя только язык поворачивается А у Санцевича, смотрю, не только язык поворачивается Да ты, осел Как тебе не стыдно? Почему это? Мне должно быть стыдно Это вам должно быть стыдно Среди пела дня А? Да я тебе говорю, что на минуту зашел А что ж он тогда как рак покраснел И как с горящего танка выскочил А ты вспомнишь, что ты там ему такое наговорил? Подумал, ты и наговорил У нас, между прочим, свобода слова Ага, ага, ага Ага, ага Грязь, гусну, ты забрешь Давай, давай, тебя отдавай все ждут Ну-ка, муха на экзамен Не понял Это как он его сейчас назвал? Боцман? А ты как хотел Прораб Прошу, Олюбопеляй Ну что, орлы Всем доброе утро Доброе утро Как-то виловато Не выспались, что ли? Ну ничего Сейчас разомнемся Так, тут все у нас Вроде все Так, все помнят, что экзамен у нас проходит в два дня Сегодня сдаем 100 метровку и подтягивания Завтра сдаем кросс Какой норматив на 100 метров? А ты что, секундомером побежишь? Или тебе знание норматива придаст силы? Для тех, у кого провалы в памяти, напоминаю Что все нормативы у нас висят в учебном корпусе на стенде Просто из головы вылетел Ну вот и хорошо Не надо сейчас себе голову лишней информацией забивать Прибежишь за 9,5 секунд Все, поставлю 5 Нифига себе, мировой же рекорд 9,74 Вот, сразу видно, человек к экзамену готовился Молодец, Трофимов Так, как говорится, ближе к делу К экзамену все готовы, ни у кого ничего не болит? У перепечки душа болит За результат А ты, я так чувствую, Сухомлин, решил прибежать первым? Могу и первым Ну вот и отлично В смысле отлично? Это уже оценка? Ай, вот я сейчас буду смеяться на финише А кто-то, я так чувствую, плакать Ну что, Сухомлин и Бирюков на старт Приготовится Волчков Демешко Сухомлин и Бирюков на старт Сухомлин и Бирюков на старт Чего? Переживаешь? В смысле? У меня есть отличный вариант для тех, кто-то пробежает на пятерку Смотри, берешь тряпочку, окунаешь ее в скипидар Смазываешь себе чуть ниже спины И летишь, только ветер в ушах Придурок А что? Ну это единственный вариант для тебя Слушай, Босман, так все-таки можешь за скипидарчиком, а? Пошел! Перепечка! Ну! Русак пять! Перепечка! Четыре! Нет! Четыре! Кому и четырнадцать секунд! Мировой рекорд! Ну? Что тебе? Вадим, мне звонили из гимназии. Зачем ты забрал Алешину документы? Ты смотри, как у вас на районе все отлажено, а? Любое дело движения фиксируют. А затем, милая, что сдавать экзамен он будет здесь. Каким образом его же отчислили? Я ничего не понимаю. А тебе не надо ничего понимать. Думаешь, только вы там со своим академиком умеете дела проворачивать? Ты что, уговорил Матвеева? Я его и не уговаривал. Ему просто приказали. И все. Кто приказал? Маршал Пихто. Еще вопросы будут? Вадим, я разговаривала с Алешей, он переживает, что... Да не о том ты с ним говорил. Понимаешь, не о том. Ты бы ему лучше объяснила, как важно экзамены не завалить. Экзамены экзаменами, но это тоже очень важный момент. Да нет, сейчас важнее момента, чем экзамены, Капустина. Неужели мне тебе это тоже надо объяснять? Но Алеша переживает, что на него в училище будут косо смотреть. А в гимназии на него что? Прямо посмотрели? Упал неизвестно откуда. И потом Капустина. Ну что за детский сад? Криво посмотрят, неровно подышат. Да кашляет на это все. Если бы я каждый день обращал на это внимание, от меня бы уже ничего не осталось. Понятно. Что тебе понятно? Все понятно. Что ты на меня так смотришь? Ты знаешь, Ротмистров, иногда бывает тебе так жалко. Так приласкай. Десять. Одиннадцать. Давай, Илюх! Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Оценка отличная, Сухомлин. Так. Перепечка, приготовиться Пантелеев. Ну что, Перепечка, остались у тебя еще силы после стометровки? Ну там же ноги, а здесь руки. Ай, хорошо. Перепечка, что у тебя хвоста нет. СМЕХ 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 Ай! Ну, а кто корил? Ну, завтра на кроссе можно расслабиться. В смысле? Ну, ну как смотри, стометровка пять. Ну? Перекладина пять. Ну, если даже на четыре пробежишь, все равно в сумме пяти фантазов. Нет, Рафим, если я расслаблюсь, я и на тройбан не пробегу. Восемь. Давай, Степа, еще два раза. Ну что ты дергаешься? Давай, 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 давай. А это просто его перекладина током бьет. СМЕХ Подбородком нужно зафиксироваться, а не носом. Перепечка. Да ладно, черт с тобой, десять. Оценка удовлетворительна. Пантелеев к снаряду. Степа, ты как? Нормально, жить буду. Еще бы три километра на четверку пробежать. Да, Степа, тут по-любому скипидар нужен. Что? Ну, какие три километра без скипидара? Вот я тебе еще урую. Так, перепечка. Экзамен по боксу мы не сдаем. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА О, как обычно. Что как обычно? Передискочем казаром превращается в гримерку. Ну что, Трофим, отметим сегодня? Что отметим? Как что? На один экзамен меньше. А, сейчас. А вы что, забыли, что у вас завтра вторая часть марлезонского балета? Ты смотри, Трофим, как нам завидуют, а? Давайте, давайте. Да чему там завидовать? Как перепечка сегодня, чуть на перекладине не помер. Ничего там не помер. Ну да, да, мы все видели. Оказывается, это была гениальная актерская игра. Партию умирающего легкого атлета исполнял Степан Перепечка. Браво! 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 Так. А что здесь заваться? Вы к дискотеке готовитесь или к походу в театр? Что? А что это? У нас Олимпийский резерв тоже на танцы собрался? Так точно, а что? А ничего, что у вас завтра с утра три километра? Ноженьки бы поберегли. Товарищ подполковник, мы только медляки будем танцевать. А не боитесь, что у вас завтра на стадионе тоже медляк получится? Так, Перепечка. И ты туда же? Ну? Что ну? Не наплясался сегодня на перекладине? Слушайте, Архаровцы, у вас что, вообще мозгов ноль? У вас же экзамены, оценку себе в аттестат зарабатываете, а у вас в голове одни пляски, красавцы. В общем так, я вас предупредил. Если что, вы сами себе враги. Ясно? Угу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. Слушай, Анжела, ты это, наверное, ну, зря пришла. Как это зря? Ну, мы завтра физрус давать будем, там, кросс. Ну, в общем, мне сейчас не до танцев. Ну и ладно, а давай мы с тобой просто так. Что просто так? Ну, пообщаемся. А, ну, давай, начинай. Чего? Ну, как чего? Общаться. Ты же предложила. Привет. Вау, привет. Ну, ты как? В смысле? Ну, как здоровье? То есть я должна была прийти в училище на дискотеку, чтобы ты поинтересовалась моим здоровьем, да? Весь, ну зачем ты так? Я же тебе все объяснял. Понимаю, понимаю. Экзамены – вещь серьезная. Ну что, может, потанцируем? А может, не надо? Что, не хочешь? Нет, я просто… Макс, вот только не надо меня жалеть, ладно? Лезь. Что? Я просто видел, как ты в первый раз уходил. Ты бы поберегла себя. Да ты когда с лестницы спускалась, чуть-чуть ногу подвернул. Да, понятно. Ну что, может, тогда просто поболтаем? Или разговаривать мне тоже противопоказано? Разговаривать в этом училище противопоказано только на пациентах. Ну, о чем будем говорить? А давай о твоей девушке. Если ты не против, конечно. О ком? О Полине Сергеевне. О ком же еще. Не у тебя есть еще кто-нибудь? Слушай, Анжела, а я когда в море буду ходить, ты меня ждать будешь? В какое море? В обычное. Ну, я же в морскую академию буду поступать. Ну? Что, ну? Ну, выступлю, отучусь. Потом же в море. Так ты меня ждать будешь? А, ну да, наверное, буду. Что значит, наверное? Ну, Степ, я же еще не знаю. Что ты не знаешь? Ну, Степ, а ты надолго уходить-то будешь? Да какая разница? Степ, ну что ты заводишься-то сразу? Ничего не завожусь, это ты меня заводишь. Да чего я такого сказала-то? Ничего особенного. Наверное, насколько ты уходишь. Степ, ну ты же меня знаешь. Думал, что знаю. Степ, да ты можешь толком-то объяснить, что случилось? Ничего особенного. Хорошая перспектива. Я прихожу из моря, а у тебя уже тройня. Тройня? Как тройня? Что ты такое говоришь-то? Я знаю, что я говорю. Все у бабы одинаковые. Анжела, подожди! Анжела! Анжела! Анжела, подожди! Ой, блин! Анжела! Слушай, Лиз, что ты несешь? Ведь это же из-за нее-то два года назад на машине разбился. Это тут ни при чем. Или еще, скажи, ее не из-за этого, да, из училищего времени? Слушай, никто никого не выгонял. Она сама ушла. Какая разница? Но ведь из-за этого же. Слушай, Лиз, я не совсем понимаю. Что ты не понимаешь? Я тебя что, обидел? Или обязан тебе чем-то? Значит, это она, да? Что она? Значит, это ты по ней с самого первого курса сохнешь, да? Слушай, какое твое дело, а? Никакого. Я просто хочу знать, как друг. Мы же с тобой друзья, да? Олесь, просто есть некоторые вещи, которые даже с друзьями не обсуждаются. Я не могу понять. Что ты не можешь понять? Почему именно она? Что у нее такого? Она же ведь старше тебя. Дурак ты, Макаров. Может быть. Да она же не любит тебя, Неграм. И просто тебя жалко. Откуда такая информация? Она мне сама все рассказала. Горяш. Да? А откуда я тогда про аварию узнала? Прощай, Максимка. Те ж себе иллюзиями. Дальше. А где Полина Сергеевна? Какая Полина Сергеевна? Ну, здесь должна лежать Полина Сергеевна? Нет, здесь я лежу. Как ты узнала, что сегодня Олесь из больницы ты выписала? Олесь, смотри, кто тебя встречает. Просто Максим такой человек, он не станет встречаться просто так, без чувств. Просто так, без чувств. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Слышишь, парень, выйди, пожалуйста. А это что такое? Мне по телефону потрещать надо. Выйди. Мой потрещай, сдей. Какие проблемы? Блин, пожалуйста, выйди. Я же как человека попросил. Ну. Я тебе говорю, там, когда с кедки, там такие машины с утра в очередь выстраиваем. Передо мной одна дамочка. Только обуви на сто тысяч купила. Ира, извини. Алло. Да, Максим. Вы мне ничего рассказать не хотите? А что-то я не понимаю. А что я тебе должна рассказать? Странно. Как другим, так вам, значит, есть что рассказать. А мне так прямо и нечего, да? Максим, я не совсем понимаю, о чем ты говоришь. То есть вы считаете, что это все нормально, да? Да что нормально? Ты можешь толком объяснить, о чем речь? Да что вы там, Олесин, натрепали? Максим, выбирай слова. Я смотрю, вы их быстро подобрали. Даже если я вам по барабану, то совершенно не обязательно везде на каждом углу об этом трепаться. Максим. Я был о вас лучшего мнения. Всего хорошего, Полина Сергеевна. Случилось что-нибудь? Да нет, все в порядке. Угу. Я вижу. Что опять этот урод звонил? Какой еще урод, Кир? Кто? Сверидов. Кто же еще? Слушай, Поля, тебе говори, не говори, ты им все равно. Может терпеть, терпеть. Кир, пойдем домой. Кир, пойдем домой. Боцман, что с ногой? Да так, фигня. Че, на якорь наступил? Нет, на лестницу подвернул. Слушай, Степа, а как же ты завтра побежишь? Да ладно, за ночь должно пройти все. Ну-ну, дай бог. Боцман. Чего? Скипидар. Блин, Трофим. Боцман, ты чего? Чего? Сейчас увидишь. Да ладно, успокойся ты, а. Трофим, блин. А вы, мужики, видали, что скипидар животворящий делает? А это я только сказал. А если еще и помазать? Да сейчас убью. Да ладно тебе. Ой, Лесь, черт, ты бы ты еще туфли на стол поставил, а? Лесь, ты что, куда-нибудь входила? Дочь, это что такое? О, все в сборе. Лесь, и красавица наша пришла. Лесь, ты что, с ума сошла? Ты что, все это выпила? Мама. Между прочим, вино красное, очень полезно для крови. Это не я придумываю, это так врачи говорят. Господи, Кира, она же пьяная. Мам, ты хоть знаешь, кто это такая-то? Это же девушка Максима Макарова. Леся, что ты несешь? Да, да, он по ней с самого первого курса, Сафа. Полина Сергеевна, что же вы молчите? Вы же мне сами вот тут вот все рассказывали. Олеся. Так, все понятно. Поля, ну-ка, помоги, я надо уложить. Не трогай меня! Олеся, что с тобой? Ничего. Каргата старая. Что ты на меня смотришь? На молодняк, да, потянула? Лесь, что ты несешь, а? Мама, глаза разуй. Она тебе мозги парит, подруга твоя лучшая. А ты ей все веришь, да? А ты расскажи, расскажи, из-за чего тебя из Солорского тут дурнули? Олеся. Что, Олеся? Я, значит, ей тут душа наизнанку. А она мне по ушам ездит, да? Сволочь, ты ясно? Сволочь! Олеся. Ой. Вроде уснула. Поль, это правда? Что правда? Ну, все, что она сейчас наговорила. Поль, не молчи. А что я должна сказать? Скажи, что это чушь, что она все придумала. Нет, Кир, это не чушь. Ты что, сейчас шутишь? Ты что, действительно с этим пацаном? С этим пацаном что? Откуда я знаю? Тут, по-моему, я единственная, которая ничего не понимает. Кир, Максим действительно в меня влюблен. С первого курса. Ну, ты даешь. А что я даю? Я понимаю, что я уговариваю. Думаю, что она… А она… А что она? Ты мне что раньше не могла об этом рассказать? Получается, что не могла. Да, люди, ну вы и даете. Слушай, а ты сама случайно в него не того? Да, теперь я понимаю, почему он как контуженный на Сверидова набросился. Поля, да ты что? Он же совсем сопляк. Кира, я не хочу обсуждать эту тему. Давай выпьем. Давай выпьем. Я не хочу. Давай, давай. Через не хочу. Полина, я надеюсь, ты понимаешь, что мы теперь… В общем, нам под одной крышей… Естественно, я понимаю. Кир, ты извини меня. Я действительно не хотела, чтоб так получилось. Степ, ты чего? Блин, нога… Что нога, у тебя же утром все нормально было? Да было нормально, а сейчас ноет. Ну ты давай, терпи, а? Ну давай, зубы сожми, побежали. Степ, Трофим, беги, не жди! Ну время, Степ! Трофим, беги, говорю! Набегаем, набегаем! Прибавили, ну! Молодцы! Становимся справа! Положились. Положились, время на пятерку еще есть. Давай, Батериев, давай! А вот это уже у нас четверышники бегут. Четверышники становятся сюда. Так, не перемешиваемся, а то все перебегать будем, ясно? Так, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Ну что, все? Никак не, вон еще перепечка. Перепечка? А, вон он! Ну что у тебя там случилось такое? Нога. Ты хоть понимаешь, что это даже не три? Ну а что делать? Да ладно, босс, ну не убивайся. Может, дадут еще пересдать. Догонят и еще раз дадут. А ты ногу вылечишь и точно не догонят. Ну, Евгений, как Геракл. Что, перепечка? Допрыгался? Точнее, добегался. А ведь я предлагал. Целых два раза тебе предлагал сдать какой-нибудь другой предмет. Но ты же у нас спринтер, да? Чего молчишь? Товарищ подполковник, у меня с ногой чего-то. Да не с ногой перепечка, а с головой. Какого черта ты на эту дискотеку поперся, а? Это не на дискотеке. А где? Просто я вечером шел по коридору и… Ага. Шел, упал, очнулся, экзамен по физкультуре. Ты перед кроссом мог предупредить, что у тебя нога болит? Что тебя хоть в другой забег поставили, а? Ну, я просто подумал и… Да ни черта ты не подумал! Подумал он! Товарищ подполковник, касается перепечка полковника на СДУ Ну, да. Чего стоишь? Давай, герой, иди, объясняйся Да-да Разрешите, товарищ полковник? А-а-а, красавец! Явился, заходи, заходи. Чего здесь с ногой-то? Да я это, ну, на кроссе подвернул Подвернул, значит? Так точно А мозги-то там себе не свернул? Никак нет Никак нет, а я вот что-то сомневаюсь Это ведь ты у нас хотел сначала летчиком, потом танкистом, а потом моряком Так точно А сейчас что? А что сейчас? Ну, сейчас ты что, решил в сапера податься? Или еще куда? Почему в сапера? Ну, я не знаю почему, это я тебе хочу спросить Вот папаша тут приходил, про какой-то меня инженерный вуз все втолковывал Товарищ полковник, я не знаю, что вам отец втолковывал, но я твердо решил поступать в морскую академию Оно как! Слова-то какие! Морская академия! А потом ты папаша приведет ко мне в кабинет за ручек, ты совсем другое будешь говорить Никак нет Что никак нет? Ты что там с родителями, договориться не можешь? Товарищ полковник, я точно буду поступать в академию Да? Ну перепечка, смотри Да-да! Товарищ полковник, вы просили экзаменационные ведомости по физкультуре Угу Ага О, второй взвод, неплохо, очень даже неплохо Товарищ полковник, разрешите идти? А ты что еще здесь? Иди А это что такое? Перепечка, стоять! Красавец мой, ты что же так? Кросс на двойку пробежал? Да я так просто иду Что такое-то? Только не надо мне сейчас говорить, что на корабле бегать не надо! Разрешите, товарищ подполковник? Так Проходи Что у тебя? Взгляните, товарищ подполковник Ну и что? Здесь написано Суворовец, Сырников Ну так в чем проблема? Это что, опечатка? Какая опечатка? Приказом начальника училища Суворовец Сырников допущен к экзаменам Товарищ подполковник, а почему я об этом ничего не знаю? Василюк, его не восстановили в училище, а допустили к экзаменам, разницу улавливаешь? Все равно, я так понимаю, экзамен он будет сдавать в составе моего взвода? Так, Василюк, теперь узнал? Так точно Ну вот и все Иди Есть Опечатка Опечатка Сам ты сплошная опечатка ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло Здравствуй, Максим Здравствуйте, Полиня Сергеевна Максим, как это ни странно звучит, но мне нужно с тобой поговорить По-моему, мы уже обо всем поговорили Максим, поверь, это будет наш последний разговор Субтитры подогнал «Симон»